Девушка, а вы как вообще так стеснительная? Я думаю, какой интересный вопрос. У них там даже есть коллекция для таких жарких ночей. Я как мать двоих детей такая, какие мои жаркие ночи вообще, вы о чём? И когда я на кассе узнала стоимость в 18 тысяч рублей, мне было поздняк метаться. Мои надежды о том, что у меня трёшка, они как бы развеялись. Говорю и о груди, и о квартире. Господи, я надеюсь, Руслан не будет смотреть моё видео. Зачем я сейчас это сказала? Девчонки, всем привет. Это Вероника. Очень рада видеть вас у себя на канале. Большое спасибо, что нашли время, чтобы зайти. Сегодня мы с вами встречаемся в таком достаточно классическом ютюбовском формате. Видео о моих покупках. Такие видео в последнее время выходят крайне редко. Честно, за последний год я совершала достаточно мало покупок для себя. Плюс в какой-то момент я окончательно определилась с тем, что я не трендовая, московская, питерская, какая угодно, вставь название любого города на земле, модница. Я одеваюсь базово, спокойно. Может быть, это скучно. С одной стороны, я иногда стараюсь наблюдать за какими-то трендами, но я для себя поняла, что, во-первых, чтобы соблюдать тренды, нужно тратить очень много денег. Во-вторых, тренды умирают ровно в тот момент, как покупка оказывается у вас в гардеробе. Соответственно, это как бы совсем не близко к осознанному потреблению. Я, конечно, не тот человек, который славится осознанным потреблением, что касается косметики. Но к вещам я стала относиться несколько иначе. И так как я поняла, что я не модница, мне стало, знаете, как-то спокойнее. Я определилась с тем, что я, кто я. Поэтому покупки мои сейчас достаточно как бы такие осознанные. Я просто закрываю какие-то дефициты в одежде, которые мне необходимы и так далее. Именно поэтому видео о покупках выходят достаточно редко. Но сегодня будет как раз тот самый случай-исключение. Но как почетный бьюти-маньяк, я сегодняшнее видео хочу начать с околокосметической темы. Я вам хочу показать ароматы, которые я заказала себе на пробу. Я думаю, вы их уже видели у других. И почему я, собственно, их себе заказала. Я слышала и читала просто тысяча и один отзыв. Что вот эти вот парфюм де пари, это что-то невероятное, качественное и при этом супер доступное по цене. Доверяй, но проверяй. Мне было очень интересно, поэтому я себе заказала два аромата. И я поступила очень хитро. Я заказала себе не просто ароматы, которые я, ну, хотела бы попробовать. Я заказала себе те ароматы, которые есть у меня в оригинальных пробниках парфюмерии. То есть, вот, чтобы я могла прям четко сравнить, похоже или не похоже. Что такое парфюм де пари? Это ароматы, которые копируют очень популярные ароматы, которые у всех на слуху, которые все хотят. Но зачастую людей просто отпугивает цена на оригинальный парфюм. Если вы хотите получить микроинсульт, зайдите на какой-нибудь сайт с ароматами и посмотрите, сколько сейчас стоит оригинальная парфюмерия. То, что раньше стоило 2-5 тысяч, сейчас стоит 10-12, то, что стоило 15-20, сейчас стоит 35 и так далее. Что себе взяла я? Смотрите, у парфюм де пари есть разные объемы парфюмов. Есть 30, 50 и 100 миллилитров. У них очень простой, понятный, лаконичный сайт. Вы листаете ленту, увидите те парфюмы, которые вам нравятся и, собственно, откладываете в корзину тот объем, который вы хотите купить. Я на пробу себе взяла 2 аромата. Первый из них в 100 миллилитрах – это у нас Pink Molecule 090.09. Этот аромат мне очень понравился в виде пробника, и мне захотелось посмотреть, как он будет выглядеть у парфюм де пари. Я сделала заказ, я подождала его, кстати, заказ пришел очень быстро, поехала на почту забирать. Сидя в машине, я вскрыла коробку, открыла, нанесла, и я была в полнейшем шоке. Этот аромат абсолютно идентичен с оригиналом. Условно, если я с утра пользуюсь этим парфюмом, и потом в течение дня как бы эти ноты на мне как-то возрождаются, я думаю, о, как вкусно пахнет. И я как будто бы даже иногда не могу вспомнить, а это я как бы оригиналом пользовалась или вот этой вот версии парфюм де пари. Девчонки, говорю вам серьезно, ароматы, ну, очень похожи. Я уверена, что кто-то из моих девочек заказывал себе у парфюм де пари ароматы, и у вас есть свое мнение. Напишите, пожалуйста, под видео, какие ароматы вы покупали, и удовлетворили ли они вас своим качеством или нет. Я в приятнейшем восторге, потому что то, что здесь вот 100 миллилитров стоит там порядка 1600 рублей, в оригинале стоит порядка 13 тысяч рублей. То есть в 10 раз бюджетнее, доступнее. Аромат шикарный. Особенно хочу обратить ваше внимание на то, что эти парфюмы выполнены на таких, скажем, эфирных ароматических композициях, и сами духи, они такие как будто бы чуть-чуть масляные. Поэтому я хочу вас предостеречь от того, чтобы эти ароматы наносить на одежду. Они могут оставить какой-то след. В общем, лучше эти ароматы на одежду не наносить. Но за счет вот этой вот такой легкой масляной текстуры ароматы очень долго и очень приятно держатся на теле. Я в полнейшем, ну я бы сказала, недоумение. Честно, я когда заказывала, я думала, что в итоге я буду говорить о том, что это вообще не похоже, и зачем тратить деньги, уж лучше накопить на оригинал. Но это настолько похоже, что у меня возникли сомнения. Почему бы не пользоваться чем-то таким? И второй аромат, который я взяла, это у нас уже версия 50 миллилитров, стеклянный такой флакончик. Это моя давняя хотелка, Крит Авентус Фо Хер. Это один из самых избитых, популярных, супер желаемых ароматов. Он у меня тоже есть в формате пробника, и он очень похож. Я буду откровенна и скажу, что, наверное, вот версия от Parfum de Paris пахнет точно так же, как оригинал, где-то через полчаса его носки. То есть оригинальный аромат Крит, в нем вначале есть какие-то такие немножко отталкивающие шипровые ноты, которые потом укладываются в такую достаточно сладкую одеколонную композицию. А вот здесь как бы я лично вначале вот эти какие-то шипровые, грубоватые, чуть-чуть нотки такие отталкивающие не чувствую, а я слышу сразу как бы вот эту основную ауру аромата от Крит. В общем, это та история, когда я действительно очень сильно удивилась, что за такие достаточно небольшие деньги можно купить очень красивый аромат. Более того, у них на сайте действует акция. Если вы покупаете три парфюма любых, ну там, желательно это делать в одинаковом миллилитраже, то есть, например, по 30, по 50, там, или по 100 миллилитров, то любой выбранный вами четвертый аромат вы получаете бесплатно. Я тут себе даже сделала такую небольшую подборочку, вот что бы я хотела попробовать в следующие разы. И 30 миллилитров любого, любого аромата стоит 790 рублей. И получается так, что если вы пользуетесь этой акцией, но ей грех не воспользоваться, она очень удобная, то выходит, что у вас один парфюм с учетом акции будет стоить не 790 рублей, а 590. Ну, просто роскошь. В общем, девчонки, реально очень высокая рекомендация. Действительно, говорю как есть, я немножко даже не ожидала, что об этих парфюмах я буду рассказывать вот в таких вот приятных красках. Я читала и смотрела другие там видеоотзывы, текстовые отзывы, и там всегда было все так сладко и приторно, и я думала, ну, наверное, это, не знаю, наверное, врут, наверное, реклама. Но когда я попробовала сама, я поняла, что за действительно небольшие деньги вы получаете очень вкусные, стойкие, красивые ароматы. Так что, девчонки, очень-очень рекомендую. Если вы там думали, сомневались, стоит, не стоит, стоит. Еще я не могу обойти стороной одну очень большую новость, связанную с одеждой в России. На прошлой неделе в Москве стали открываться магазины под названием МААК. И сначала мы все восприняли их как ЗАРА по-русски. Но, почитав информацию из достоверных источников, я и вы, и если вы не слышали, то и теперь вы будете знать, что МААК никакого отношения к ЗАРА не имеет. Это разные концерны, это разные производители, это разные коллекции. Все, что их, по сути, будет объединять, это, знаете, такая, ну, скажем, чуть-чуть легкая базовая стилистика брендов. И, конечно же, точки продаж. То есть, те точки продаж, которые в России продавали ЗАРА, теперь будут продавать МАК. Мне было очень интересно туда зайти, потому что я тот человек, который ненавидит ЗАРА. Когда повсеместно в связи с санкциями стали закрываться разные магазины и закрылась ЗАРА, я была из тех людей, которые немножко так саркастически, я на это смотрела из разряда, ну и хорошо. Я искренне ненавижу ЗАРА. Я считала последние годы это таким магазином, где из 200 вещей нужно искать какую-то одну. Конечно, это может быть из-за того, что я не модная. Но, вспоминая свои покупки в ЗАРА, я понимаю, что в основном это были некачественные вещи, которые быстро выходили из строя и которые в последнее время достаточно дорого стоили. На прошлых выходных мы всей семьей оказались в Мега Теплый Стан, и там как раз было, по сути, открытие магазина МАК. Я, конечно же, побежала посмотреть. Я вставлю вот сюда небольшие кусочки. Если вы пропустили мои видео истории в запрещенной сети, то посмотрите здесь. Я, как потребитель, ликовала. Объясню вам, что я там увидела. Красиво развешанные вещи, те самые единицы из 200 позиций полного шлака, которые я раньше умудрялась находить в ЗАРА. То есть там полно базовых, хороших, женственных и немножко грубых разных по стилистике вещей, которые легко комбинируются между собой, которые понятны, которые, может быть, модницам покажутся достаточно скучными, но которые обычным, нормальным, хоть я не люблю эти понятия относительно людей, слова. Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду нормальным, обычным людям. Там, наконец-то, легко одеться. Это было мое первое впечатление. Более того, открыта как женская зона, так и мужской отдел, так и детский. А я, как человек, который болезненно переживает уход H&M из России, хотя в H&M тоже куча шлака, но их детская коллекция просто 100 из 100. Я так искренне считаю. И мое первое впечатление было, это какое счастье. Наконец-то из Zara вынесли весь мусор и привезли туда вещи, которые я хочу померить, которые я вижу на себе и которые я готова купить. Дальше я стала подходить к ценникам, честно скажу, на задних лапках, потому что у меня был негативный опыт, я думаю, такой же, как и у вас, когда магазины, ранее известные под брендом Reserved, превратились в Ре. Обратите внимание, если они есть в ваших торговых центрах, в этих магазинах нет людей, потому что там висят отвратительные полиэстеровые коллекции, которые стоят столько, что ты каждый раз смотришь на ценник и говоришь, что? И вот на таком своем негативном опыте я подхожу к вещам, которые висят в новом МАК, и я вижу там адекватные цены. Джинсы стоят в среднем там 2 600-3 300. Какие-то курточки начинаются от 2 000 и выше, какие-то футболки стоят там, ну типа, 1800 и выше. Да, есть, конечно, какие-то залетные модели курки из дермантина, которые стоят 17 или 15 или 14 тысяч, но как бы такое было и в Заре. Вот если смотреть на общую температуру по торговому залу, то это классные вещи. Третий аргумент, который мне написали несколько моих подписчиц, и как я потом выяснила, они бывшие сотрудники Зара. Они говорят о том, что у Зара было такое великолепное качество, а тот бренд, который сейчас пришел на его место, то есть МАК, отшивают в другом месте, и Бангладеш это совсем не вьетнам. Ну короче, там целую вот такую тираду они мне написали, но мой контраргумент состоит в том, что хуже качества вещей Зара я не видела практически никогда. Это надо умудриться на каком-нибудь Вайлдберресе купить какой-то просто жуткий ноунейм, и то зачастую жуткий дешевый ноунейм с Вайлдберрес будет по качеству лучше, чем Зара. Кидайте в меня тапки, но это мой личный опыт. Вещи из магазина МАК выглядят круто, они хорошо прошиты, в них ничего не торчит, на первый ощупь, на глазной ощупь, да, и тактильный ощупь, вещи очень качественные, поэтому вот эти вот докапывания до бренда МАК, что он какой-то там некачественный, отсюда и такие цены, мне показались абсолютно необъективными, потому что Ресерт, он же Ре, стал привозить вещи, как мне показалось, хуже по качеству, но ценник они поставили гораздо выше, так что я считаю, что это все просто битва корпораций, а если говорить о МАК, то это классный магазин для нормальных людей. К сожалению, себе я там ничего не успела купить, потому что мы поехали туда всей честной компанией, соответственно, мне было не до примерки. Мы купили маленький небольшой костюмчик для Милушечки, это вот такой вот костюм, голубенький, красивенький, штанишки такие, как с защипами, как будто бы 4-5 лет, по-русски написано, сделано в Пакистане, представляете? И к нему вот такая вот классная кофточка, тоже здоровски, дочки очень классно, очень идет, в общем, почему бы и нет, еще мы ей купили там какую-то футболочку, но она сейчас в ней уехала, поэтому показать я вам не могу. Так что, девчонки, те, кто покупали в Заре какие-то яркие трендовые вещи, будут негативно настроены на магазин МАК. Те, кто в Заре пытался покупать базу, и те, кто рылся вот в этой вот распродаже среди жутких шмоток ради там чего-то приличного, тот искренне порадуется магазину МАК, и я присоединяю себя к этому числу. Извиняюсь, что так долго, что так сумбурно, но хотелось вот поделиться своими эмоциями. Передо мной несколько пакетов с одеждой, и комичность ситуации состоит в том, что покупки из магазина Хюнкин Мюллер стоят 18 тысяч рублей. Это было помешательство. Я вам даже объясню, как это получилось, потому что накануне мы как-то так ездили по торговым центрам, шопились, и я себе в тот день купила два пакета из магазина Антиго. Это, кстати, какое-то мое супероткрытие. Я раньше эти магазины не встречала, сейчас они появились. Это российский бренд одежды, отшивается он тоже в России. У них супербюджетный ценник. И по стилистике я бы сказала, что это, знаете, такая смесь классической Зары с тем же самым ресердом, и с чем-то таким очень базовым, женственным. То есть там такая одежда, которую можно надеть в офис, которая, знаете, такая приличная женственная как бы одежда. И я в этой Антиге накупила себе 4 летних платья сарафана всего за 6 тысяч рублей. Многие люди такие, типа, ну, типа, 24 же, да, получилось, 4 по 6. Нет, 4 платья за 6 тысяч, там, 500 рублей. То есть каждая стоила на распродаже, там, что-то порядка, там, 1600, 1800 и так далее. И в этот же день мой благоверный зашел в какой-то стокман и купил себе какие-то, на мой взгляд, безумно дорогие вещи. И меня это, наверное, в душе где-то задело. Поэтому на следующий день я ходила по магазину и думала, что бы себе такого выбрать, что бы себе такого выбрать. И я вспомнила, что как-то после вторых родов мое белье немножечко как-то стало мне не то, не так и не туда. Вот, плюс долгое время я носила только такие исключительно базовые комплекты, а мне захотелось вот что-то такого женственного. И я зашла, собственно, вот в этот вот Хёнке Мюллер. Это мой первый опыт. Я раньше никогда ничего не покупала в этом магазине. Как-то я его обходила стороной. Ну, вот, действительно, он там все-таки это кружево. У них там даже есть коллекция для таких жарких ночей. Я как-то, знаете, я как мать двоих детей такая, какие мои жаркие ночи вообще, вы о чем? Я обходила стороной. А тут думаю, ну, я вообще женщина или посудомойка? Зашла. И мне там попалась такая потрясающая продвец-консультант. Я, к сожалению, забыла, как ее зовут. И вот она носила мне эти бюстики, подбирала. Потом мне пришлось убежать, потому что дочке нужно было там посетить девичью комнату. Потом я вернулась. И она на меня смотрит такая, говорит, девушка, а вы как вообще так стеснительная? Я думаю, какой интересный вопрос. И я говорю, ну, в целом нет. Она говорит, давайте я останусь с вами в примерочной и буду вам помогать мерить. Девчонки, если вы так не делали никогда, умоляю вас, сделайте. У меня очень много лет назад, наверное, лет 5 или 6, был опыт, это правильно называется, бра-фитинг. То есть, когда тебе консультант, не просто там приносит размеры, которые ты считаешь тебе подходят, а консультант с тобой вместе все примеряет, все делает. В общем, я в примерочную мудрилась перемерить, наверное, комплектов 25, и только несколько из них мне подошли, потому что женская грудь и подбор белья – это очень сложный процесс. Помимо того, что у вас есть основные мерки, да, то есть типа объем груди и объем под грудью, модели очень отличаются друг от друга. Грудь там лежит совершенно по-разному, и то, что красиво выглядит на вешалке или на каком-то там лукбуке, на вас может не смотреться совершенно. Поэтому я столько всего перемерила, и в итоге я остановилась на нескольких комплектах. И когда я на кассе узнала стоимость в 18 тысяч рублей, мне было поздняк метаться. Моя жаба прям меня крутила вот так вот. А потом я плюнула и подумала, по-моему, в последнее время жизнь нам показывает, что вообще неизвестно, что нас ждет. И я хочу себе красивое белье. Я его заслужила, я на него заработала. И я даже не буду переживать на тему того, сколько оно стоит. Я кайфанула, это было очень приятно, мне все понравилось, так что буду носить. Конечно же, я не буду показывать вам белье на себе. Наверное, вся эта тирада больше направлена на желание поделиться, может быть, немножечко похвастаться, и, конечно же, смотивировать вас. Откройте ящик со своим бельем, посмотрите на свои комплекты, выбросите оттуда все застиранные непонятные трусы. Ладно, я разрешаю вам оставить несколько пар для тех самых дней. Окей. Но, как бы вот, в общем и целом, то, что на нас, это влияет на самооценку. Давайте быстренько покажу, что я купила, что я заказала. А первое, что я взяла, это такой вот классический бежевый бюстгальтер. Он просто необходим на лето. Потому что, если вы носите светлую одежду, белую одежду, надевать под белую одежду белый бюстгальтер, это значит показать все, что у вас там есть. Конечно, зависит от ткани, но в основном, если ткань легкая, то белое белье на вас будет заметно даже под платьем, или под шортами, или под юбкой. Поэтому, если есть желание скрыть свое тело, то берите бежевый цвет. У меня, на удивление, я была уверена, что мне нужен размер 85С, а в итоге, вот конкретно этот был 85Б. То есть, как бы, мои надежды о том, что у меня трешка, они как бы развеялись. Говорю и о груди, и о квартире. Девчонки, мне очень интересно ваше мнение. Я знаю, что этих магазинов много по России. Я уверена, что вы покупали, носили. Напишите мне, пожалуйста, как вам качество. Потому что, ну, белье такое достаточно небюджетное. Мне оно показалось, ну, в целом, таким достаточно, ну, не то, что обычным. Ну, да, в хорошем плане обычным. Поэтому напишите мне, как вот в носке. Потому что, ну, просто-просто интересен ваш дружеский совет. Так что взяла вот такой вот бежевый бюстгальтер. К нему я, кстати, не смогла подобрать трусики. Как-то вот ничего толком не подходило. И дальше я себе взяла два белых красивых комплекта. Этот мне показался вообще каким-то таким, как будто бы немного даже свадебным. У него очень красивые такие декоративные шелковые вставки по бокам. Плюс кружево. Фурнитура такая, знаете, цвета розового золота. Классный. И он действительно хорошо сел именно на меня, на мою фигуру и так далее. Так, дальше я взяла еще один, почему-то вот как бы тоже белый. Получилось так, что те цветные модели, которые я находила, они как-то на меня не очень красиво садились. И так как я на кассе уже не смогла определиться, какой из белых мне нравится больше, взяла вот такой. Отчасти они похожи, но здесь, как вы видите, уже нет вот этих вот декоративных элементов по бокам. А он такой вот просто кружево с такой достаточно здесь плотной штучкой. Очень мне понравился. Классно сидит. И в пару к этим бюстикам я взяла, собственно, трусики. Я их взяла разные. Я стараюсь брать под один бюстгальтер две пары трусиков. Ну, мне как-то так вот комфортнее. Соответственно, хорошая посадка. Такие типа бразильяна. Так, по-моему, вот эти вот два, вот эти вот две пары идут к первому комплекту. А ко второму комплекту, к беленькому, я взяла вот такие. Хотя они, как мне объяснила консультант, не совсем прям именно комплект. Но ткани, материал, кружево похожи. И трусики от вот этого комплекта с такими вставками стоили что-то порядка трех тысяч рублей. А вот эти стоили две. И, собственно, тысяча девятьсот даже вторые. Вот. То есть трясите там консультанты. Они, конечно же, вам там могут показывать, да, какие-то, может быть, там дорогие. Именно, именно комплектные вещи. Но так как бренд отшивает все сам, собственно, у них вот эти вот типы кружева, да, оттенки, они очень похожи. Поэтому можно выбрать что-то между ними. И вот что интересно, вот к этому бюстгальтеру он прям достаточно дорогой. Три девятьсот девяносто. Вот к этому бюстгальтеру. О, а знаете, какой самый дорогой? Самый дорогой вот этот вот, который я сказала свадебный. Я только сейчас увидела, знаете, сколько он стоит? 5 девятьсот девяносто. Господи, я надеюсь, Руслан не будет смотреть мое видео. Зачем я сейчас это сказала? Пускай смотрит. Вы знаете, я вот иногда как-то так придуриваюсь перед вами. Там, типа, вот Руслан, какой-то тиран. На самом деле, Руслан вообще офигенный парень. И я безумно рада, что я вышла за него замуж. Он никогда не ругает меня за покупки, за дорогие покупки. Скорее, он меня ругает за дешевые покупки. Он говорит, Вероника, ты достойна лучшего, а покупаешь какое-то непонятно что. И у нас в семье нет такой темы, что муж меня ругает, куда ты тратишь деньги. Мы такие вещи вообще не обсуждаем. Мы как-то в начале отношений поняли, кто на что, в каких рамках тратит. И каждый сам держит себя в узде. Поэтому Руслан как раз сидела с двумя детьми, целый час развлекал их по магазину, чтобы я могла себе спокойно что-то выбрать. Забыла уже, к чему я это начала. А, к тому, что тот бюстгальтер стоит безбожно дорого. Вот к этому конкретно я не смогла подобрать низ. Почему-то именно вот таких хороших бежевых бесшовных трусиков. Там была буквально одна пара, но они плохо на мне сидели. Я это все к чему? Если вы готовы потратиться на белье, делайте примерки. Пересильте себя, что да что я буду мерить, да я и так знаю, что у меня вот тут 85С. Не знаете, не знаете. И белье садится на вас совсем по-разному. И вот то, что я купила, это были совершенно не те комплекты, которые я выбрала глазами. Но то, что я выбрала глазами, смотрелось на мне просто, ну, не ужасно. Но я была в них непрекрасно. Знаете, назовем это так. Вот, поэтому все, что там без примерок. Знаете, на Вайлдбрис можно купить какие-нибудь смешные комплектики. Хотя как смешные. Вот я последнее то, что покупала на Вайлдбрис, очень неплохие комплекты. Знаете, бюст, трусики там 1000-1500 рублей. В общем, реально неплохо садятся, но читайте отзывы. Так что всячески рекомендую вам пересилить себя и мерить белье в магазине, примерять, смотреть, как что сидит, просить консультанта подтягивать вам лямочки, приносить размеры. Таким образом, вы посмотрите на себе гораздо большее количество одежды. И я уверена, что ваш выбор будет 100% классным. То есть даже я, конечно, вспоминаю эту страшную цифру. Я смотрю на эти комплектики, я думаю, ааа, класс! Котики мои, я надеюсь, вы мне простите мою сегодняшнюю болтливость, но я просто давно что-то не снимала вот такого рода видео. И знаете, прям вот хотелось, как в старые добрые времена, поболтать обо всем, 10 тысяч раз объяснить одну и ту же мысль, а не вырезать все подряд. Пускай это видео будет долгим, но я знаю, что вы смотрите мои видео ради моего голоса, тембра, каких-то шуточек. И я надеюсь, что вам понравится. И последнее, что я вам сегодня покажу, это будут сразу 4 платья от вот этого бренда Антиго. Ну, ценник у них такой, серединка наполовинку, не скажу, что прям очень дешево, но и как бы не супер дорого. У меня были вопросы к пиджакам, потому что многие из пиджаков, жакетов, простите, были сшиты, знаете, из такой ткани, вот неплотной. И не нужно путать летний хороший качественный пиджак с пиджаком из полиэстерчика, который на вешалке выглядит вот так. Пиджак это строгая. Жакет. Господи, я хочу называть пиджак пиджаком, потому что вот в моем личном понимании жакет – это что-то такое приталенное. А когда вот женщина носит пиджак оверсайз, это, блин, пиджак, и не надо тут лезть со своим славянофильством. К кому я обращаюсь, не совсем понятно. Я это к чему? Вот некоторые вещи из новой коллекции меня как-то не привлекли. Но потом я обнаружила стойку с летними платьями и сарафанами. Я первое, что там увидела, было невероятно красивое платье, вот, ну, примерно такого цвета, который сейчас на мне, платье-комбинация. Буквально накануне я посмотрела видео одного из стилистов о том, что платье-комбинация идут всем, несмотря на то, какая у вас фигура. Берите, не задумывайтесь. Я думаю, я со своими валиками, со своим животом, ну, какое мне платье-комбинация? Ну, я пересилила себя. Сначала я взяла себе размер 50, потом я себе взяла размер 48, а потом я поняла, что именно их платье, даже размера 46, выглядит на мне. Мне кажется, классно. Да, если смотреть на меня под микроскопом, там можно обнаружить какие-то складочки. Ну, камон, да, эти складочки у меня есть, и это платье, я их немножечко подчеркнула. Ну, я себе в них так понравилась. Короче, давайте я быстро выхожу из кадра за пакетами. И давайте я начну вот с того платья, которое, собственно, которым я и говорила. Да, смотрите, цвет, цвет очень похож. Вот это платье, слушайте, вот именно на нем почему-то нет ценника. То есть вот здесь просто вирка. Но оно действительно стоило что-то то ли 1600, то ли 1800 рублей. Я его купила в качестве эксперимента из разряда, ну, сдюжу ли я или не сдюжу. Потом я подумала, ну, ладно, если у меня в этом году случится отпуск, то, знаете, там в 9 вечера на побережье всем уже плевать на твои складки, все себя прекрасно чувствуют. Но когда я его на себя надела, вот лично я почувствовала себя такой симпатичной. И знаете что? Это платье каким-то образом хорошо скроено. То есть я раньше в других брендах тоже пыталась мерить платье комбинацией. Они меня то обтягивали в груди, то как-то вот у них, знаете, получалась такая совсем унылая попа, то как-то живот торчал. А здесь вот, ну, настолько классное платье, абсолютно похожие, но даже хуже сидящие на мне модели, можно встретить везде, начиная там от Велл Сторс, заканчивая, ну, не знаю, в том же Лайм. Но там ценник в разы дороже, и цвет шикарный. В общем, я под огромным впечатлением, и я уже жду каких-то более теплых летних погод, чтобы носить его. Я это планирую делать даже в городе. Сверху я буду набрасывать объемную белую джинсовку, и мне кажется, будет очень даже классно. Еще одно платье сарафан, которое мне понравилось, вот такого цвета, как вы можете видеть. Почему я вообще, наверное, накинулась на эти платья? Потому что это 100% мои оттенки. Вот знаете, бывает такое, ходишь по магазину, и вот понимаешь, что вот все вещи, они немножко как-то вот не про тебя. Здесь же прям идеально под меня платье стоит 1490 рублей. Я про такие вещи говорю. Ткань стоит дороже, чем, собственно, само платье. Как это выглядит? Это вот такой вот сарафан, наверное, такого немножко рубашечного кроя с одной стороны сверху, а снизу у него такие вот рюши, валаны. Опять-таки, я сначала взяла себе там размер какой-то 50, а потом я взяла размер 46. 46 на меня сел хорошо, но мне захотелось взять платье на размер больше, потому что это все-таки лето, и здесь сам крой платья подразумевает вот такую дополнительную легкость, дополнительный воздух. Поэтому я взяла его 48 размера. Единственный небольшой минус, ну, как такой минус такой маленький, сзади оно на пуговицах, и его не совсем удобно застегивать самой себе. Так что, если у вас есть ваш супруг, друг, который вам поможет, будет, конечно, гораздо удобнее. Но за 1490 рублей это просто что-то невероятное. Сначала я углядела голубое платье, потом розовое, а потом я такая, какая чудесная, какой чудесный рейл, какая чудесная вежалка, надо тебе взять что-нибудь еще. Я обнаружила вот такое серое платье сарафан. Низ у этих платьев, у розового и серого, скроен одинаково. То есть это такие как бы рюши-валаны, но здесь, как вы видите, другая кокетка. Тут такая, получается, завышенная талия, обозначена грудь. Это платье я взяла тоже размера 48, не было 46. И я подумала, что на лето самое то. Платье стоит 1590 рублей. Сто процентный хлопок. Я еще раз говорю, что сама ткань стоит дороже, чем это платье. Меня, знаете, сначала так немножко смутил как-то серый цвет, а потом я поняла, что он здесь очень классный, и на лето взять вот такой серый комплект, носить его с какими-то белыми кедами или белыми босоножками, добавить какую-то белую сумочку, ну или розовую сумочку. Короче, серый – это тот самый цвет, который и не цвет вовсе. То есть к нему подходит очень много разных других красивых цветов. Ну и плюс цена. Я просто не могла остановить себя. И последнее платье от бренда Антиган. Это у нас тоже будет размер 46. Платье стоило тоже 1590 рублей. Это платье Сарафан, но оно отличается от тех моделей, которые я вам показывала. Оно выполнено по фигуре. У него здесь такая обозначенная грудь, талия, соответственно, карманчики. То есть это такой идеальный Сарафан, который вот не совсем такая, да, вот рюшки, бабы на чайнике, а такой более строгий. У него хорошая длина, которая закрывает мои чуть-чуть проблемные пухленькие коленочки. И само платье по крою очень напомнило мне мое свадебное платье. У меня свадебное платье было от дизайнера Беллы Потемкиной. Я как-то... Ну, у нас такая была забавная свадьба. И я как-то, с одной стороны, не собиралась покупать что-то модное белое, но потом, приближаясь к дню регистрации брака, я, собственно, поняла, что, наверное, всё-таки на фотографиях хочу быть в чём-то белом. И я поняла, что мне ничего не нравится. И тут мне как-то вспомнился наш с мужем совместный отпуск-моя работа. Я ездила на фестиваль... Господи, что же это был за фестиваль? Новая волна. И там мы встретили в том числе Беллу Потёмкину. И как-то вот чего-то... Как-то у меня так вот, знаете, цепочка так сложилась. Думаю, а не посмотреть ли мне платье от Беллы Потёмкиной? Я посмотрела и купила себе вот её платье. Оно не свадебное, но оно было белое. И сшито вот оно было абсолютно точно так же. У меня там проблема небольшая с лянками. Это платье лежит в заложниках у моей мамы, и мама мне его никак не подошьёт. Может быть, на этот год я это исполню. Чем хорошо это платье? Оно супер базовое, и оно очень хорошо подходит мне подать по оттенкам. Это синий цвет в полоску. Соответственно, и крой, и принт немножечко меня так вытягивают, подтягивают. При этом его точно так же можно как надеть с испадрилями, так и с испадрилями на танкетке. И можно сверху шляпу надеть, какую-нибудь солнечную такую, эту соломенную, да. И можно что-то плетёное с собой взять. И с кроссовками надеть, и сверху с джинсовкой, и с пиджаком. В общем, обалденное, на мой взгляд, летнее платье, которое, как говорится, ну не и в пир, и в мир, но хороший базовый комплект одежды на лето. Девчонки, это были все мои покупки на сегодня. Их было достаточно мало, но, как вы видите, о каждой из них я настолько экспрессивно рассказываю, потому что, действительно, в последнее время покупки в моей жизни происходят очень редко. И это в основном, такие покупки, знаете, закрыть базовый запрос. Ну, типа, у меня закончилось вот это, я купила вот это, да. А вот так, чтобы гулять по магазину, что-то смотреть, выбирать, сравнивать это с какими-то знаниями о своей фигуре, о том, что тебе идет, о том, что модно, о том, что брать не стоит, о том, что этот оттенок трендовый, а этот тебе оттенок не подойдет. Вот такого опыта у меня как-то давно не было. И вот у нас случились какие-то вот реально два дня между стройкой, ремонтом и заездом в какие-то торговые центры, вот случились какие-то такие реально приятные, классные покупки. Ой, а я стою и все видео благоухаю вот этим вот ароматом, который молекула 0,90. Какой же он красивый. Восторг. И меня реально искренне удивляет, что он пахнет точно так же, как парфюм там за 13 тысяч рублей. В общем, восторг. Большое спасибо, что были вместе со мной. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вы хорошо провели время. Цель этого видео было немножечко зажечь вас, смотивировать вас. Залезайте в свои чемоданы, сундуки, шкафы, конечно же. Перетрясите вещи. Посмотрите, что подходит, что нет. Сейчас закончился такой достаточно уже зимний сезон. Все-таки последний месяц весны у нас с вами сейчас. И я перебрала вещи. Я поняла, что вот эти свитера я уже не ношу. Вот эти штаны я не ношу. В общем, я собрала еще огромные три больших пакета. Прям огромных пакета с одеждой, которые я отдам на благотворительность. Не жалейте, не ругайте себя за то, что там, ой, я потратила деньги. Как пришло, так и ушло. Я не знаю. Может быть, конечно, не у всех так. Но вот у меня в жизни, так если ретроспективно посмотреть, чем больше ты вот так сжимаешься и на всем экономишь, тем больше вот эти потоки перекрываются. Ну, вы понимаете, да? Мне кажется, я могу вести уже марафон о денежных потоках. Но я не одна, и я не первая, и не единственная. Говорю вам об этом. Не надо швырять деньги бездумно. Не надо покупать сверх меры. Но вещи должны вам нравиться. Они должны на вас хорошо сидеть, доставлять вам удовольствие. И это вообще не про стоимость этих вещей. Это не про вашу фигуру. Это вот должна случиться какая-то магия. Мне кажется, это очень важно, нужно. Поэтому пускай ваши полки с одеждой будут легкими, свободными. Пускай вам будет легко одеваться по утрам. Пускай вам будет легко с вашего туалетного столика или при кроватной тумбочке брать какой-то красивый аромат, который доставляет вам удовольствие. В общем, рядом с вами должно быть все то, что действительно приносит вам радость. И я раньше это как-то не всегда понимала. Мне это казалось каким-то таким сверхгедонизмом. Типа, господи, какая разница. Но если вы человек, который, господи, какая разница, вообще плевать, в чем ходить, это тоже выбор. Это тоже окей. Но если вы испытываете какие-то колкие нотки своей совести, когда вы проходите мимо зеркала в торговом центре, и такие, господи, кто это. Вот в таких случаях не жалейте вот эти какие-то вещи. Катышки, вот это все ничего не жалейте. Вещи сейчас объективно стоят не так дорого. И я очень не люблю это понятие дешево, дорого. Но, как вы видите, даже у меня покупки очень странные. Ну, как может быть равносильно трусики за 18 тысяч рублей и полный пакет? Просто вот у меня, в принципе, 4 платья. Добавь 5, и ты будешь как мама дяди Федора, которая... У меня еще осталось 3 платья. Мы еще пока из Сочи не уезжаем, да? Я еще не все наряды надела. То есть, в принципе, вот за 6 тысяч рублей я купила себе неделю... неделю походов каждый день летом. Ну, мне кажется, это очень бюджетно, доступно. Поэтому брендов много, кроя много, принтов много. Выбирайте то, что украшает вас, то, что делает вас красивыми. Не гнушайтесь мнениями и стилистов, и людей, которые разбирают типажи. То есть, не просто занимаются тем, что... Ну, вот, типа, этот цвет модный, это тоже модно, надевай. А, знаете, ну, как бы сейчас очень много разных течений. Сейчас очень активно используется вот этот вот стилистический такой образ а-ля олдмани. Но это не всем идет. И не у всех внешность тянет на олдмани, да? И вот если вы сможете понять, прочувствовать вот эту вот историю или наймете человека, который вам поможет, вы будете выглядеть супер. И поверьте мне, те люди, на которых вы смотрите и вы считаете, что они выглядят супер, они вот этот баланс, они его либо открыли, либо он у них на врожденном каком-то, на подсознательном уровне, и они умеют себя украшать вещами. Заболталось так... Слушайте, девчонки, такие приятные впечатления. Я понимаю, что это видео будет сверхдолгим, но я прям выговорилась. Мне прям хорошо. Я прям вот, знаете, в конце видео чувствую какую-то дополнительную бодрость. Это очень круто. Все. Люблю вас, целую, обнимаю, обожаю. До самых скорых встреч. Не забудьте поставить лайк. Мне это будет очень-очень приятно. Люблю вас. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!